Обожаю, когда... Эээ, фокус! Обожаю, когда так происходит, что всё заранее... Чё у меня тут кнопок всё? Всё заранее приготовила, думаю, всё, выхожу, поснимаю сегодня влог и уже спустилась до самого низа и поняла, что я взяла всё, кроме камеры. Начинаю возвращаться и заходит большая семья, куча детей, они пока затащили все свои коляски в этот лифт, пока завели всех детей с самокатами. Я думала, что в этот момент я до 37-го этажа пешком бы добежала быстрее. А ещё, кажется, дождь убирается. На улице супер тепло, я, видите, просто в пиджачке. Я надеюсь, вечером, когда я буду возвращаться домой, не станет сильно холоднее. Я еду к Лере в гости и сначала я сейчас зайду в ресторан, на вынос возьму тако. Мои самые-самые любимые рыбные тако в самом моём любимом ресторане недалеко от нашего дома. А ещё я очень надеюсь, что они живыми доедут, пока доедут до Леры. Ладно, без лёжего включения. Зацените, какая я моднявая. Купила себе клёши. Лерка сейчас будет ржать. Но мне очень нравится. Мне кажется, на лето супер будет. Вот. Вот ресторан. Вот где они продают на вынос. И они закрыты. Привет. Привет. Ты близко? Нет. Не. У меня у меня есть два фиш-такоса. О, фиш-такоса. Что это фиш-такоса? Дождь начался. Пойду пиво пока куплю. Лера заказала корону. А зачем я беру? Мне не надо. Очки мне сейчас, конечно, вообще в кассу, но я уже не хочу снимать, потому что теперь у меня остался на лице от них след. Я была в магазине пять минут, мне кажется, что дождь кончился. Это радует. Пойду сейчас в самом ресторане подожду. Девушка сказала, что она мне туда принесет. Смотрите, у нас библиотека строится. Вот она. Мы шутишь, что мне надо пойти туда работать с моим образованием. Ну а что, работаю рядом, словом, удобно. У меня тут куча карточек. Одна из них точно должна сработать. Посмотрим, какая. Не эта. Не эта. О, это. Я почему-то все время забываю выбрасывать старые карточки, и потом их набирается очень много. О, мой поезд. Это московец. Кто тошнотик? Я тошнотик. Я сейчас выползла из поезда. Я без шуток думала, я сейчас там помру, потому что еще и был очень сильный трейн-трафик, поэтому поезд останавливался всю дорогу. Такой, ребята, типа, извините, подождите. А мне было так уже плохо. Я думаю, боже мой, сойти бы с этого поезда. Все, я уже приехала к Лерри Форест Хиллз. Перехожу через дорогу. 10,8 секунд осталось, и я даже не сильно тороплюсь. Ну а что? Нет, успела. Все, как раз ровно на последней секунде перешла. И иду к ней навстречу. Тут так классно, такой прям парк милый зеленый. Сейчас покажу вам. Вот. Вот такой вот. Ребята сидят, режутся. Классно. Знаете, что самое кайфовое весной? Это первый запах срежескошенной травы. Это так приятно, свеже пахнет. И ничего страшного, что на мне сейчас нет фокуса. Это влог. Вы это поймете, правда? Самолеты. Проми, дружочек мой. Не, слушай, от меня не прячется, подошел даже гладится. Мне кажется, он смирился, что ли. Ты до фата, я вырежу, а ну-ка. Нет, я не вырежу, простите. Проми, иди сюда, мой шляткий. Проми, это мой брат, мой дружочек. Оставил мне шрам, какой хороший мальчик. А, я так классно поснимала, его даже видно не было. Так, ручки, ручки, ручки помыть после метро. Смотри, как ему нравится. Я заставлю. Проми. Потому что Прометей, как оказалось. Два года мы были с тобой знакомы, только потом ты мне рассказал, что ты Прометей. А ты рассказала уже, когда мы там года два. Ну ты как Миша, я была уверена, что Миша как Мишка, типа. Нет. Миша как это, как Мишель Обама. Хочу чипсы. Так, руки я так и не помыла. На, свои открывашки, салат открывай. Я сказала, что там салаты не надо греть, но сейчас еще потрогала, и они оказались тепленькие достаточно. Не знаю, там видно, нет? Да, видно, я вижу. Вот такие вот у нас. Красиво, кстати, выглядит на канале. Ну красиво выглядит, да. Они еще и вкусные. Ох, вот тут какой замечательный свет. И я буду смотреть Лерину косметику. Лера приготовилась. Да, начнем с того, что он немножечко больше, чем стол. Но мы работаем. Да, он точно больше, чем стол. Мне припеднили в семье мой стол. Тебя немножечко вытеснили, да? Но мы работаем опять. Как? В последнем видео я с вами как раз сказала, что она тоже купила эту тушь. Видите, я не обманываю. Так, а тут что у нас? Я все жду, когда ты будешь делать расхламление, отдашь мне вот эти румяна. Нет, они мне нравятся. Черт. Я так счастлив, у меня есть ты. Мерси, благодарю. Боже мой, у него просто депрессия на лице. Он даже не шевелится от удовольствия. Но он любит, когда ему уделяют внимание. Очень любит. Так он все лежал здесь и ждал, когда на него поспочит. Чтобы точно не ушла добыча. Какие зубища у тебя, скажи. Я хищник. Господи, ну ты как белочка просто. Еще раз всем здравствуйте. У нас сегодня вышло новое видео с Машей. У меня, у нее, в общем, если вы их еще не видели, ссылка внизу будет. Там у нас конкурс и все такое. А у меня практически уже по традиции влог начинается с того, что у меня опять здесь гора раскрытых и собранных чемоданов. Потому что я... Сегодня пятница. В субботу я улетаю в Париж опять. Опять же по традиции уже практически. Это четвертая моя поездка в Париж. Я посмотрела прогноз погоды. Сейчас я возьму телефон. Секунду. Это реально уже классика. Я, как всегда, везу с собой в Париж дождь. Ребята, парижане, извините. Я не специально, честно. Я вам, кстати, обещала, что буду показывать, что обновляется в интерьере. Теперь у нас появился вот такой вот еще стеллаж. Я пока не придумала, что здесь будет стоять. Поэтому, ну, это так пока сумбурно. И единственное, что из новенького здесь, это вот такой вот срез Агата. Привезла с собой из Вегаса. Когда мы ездили на каньон, то там продавались такие штуки. И я решила, что круто будет к моему креслу. Такой маленький синий акцент. Слышно, да, как у меня соседи сейчас хохочут за стеной? Ну, в смысле, за дверью. Так, и то, что вы уже наверняка видели, это мой новый фон. То есть, это то, что вы теперь видите, когда я снимаю видео свои про косметику. Но, как вы понимаете, я без ума от вот этого панно. Посмотрите, оно сделано из кусочков зеркала и из ракушек. Очень классное. Вот это наша новая лампа. Вот это вот. И смотрите, какой у меня теперь новый житель дома. Вы такое уже у Ани могли видеть. Это, видите, Zuni Animals. Мне его подарил магазин Beautiful Things из Эстонии. Большое-большое спасибо. Им они, кстати, посылают международно. И у них бесплатная доставка по всему миру. Так что, вот мне кажется, это очень классные такие вот украшения для интерьера. Их вообще можно использовать. Ну, они как бы предназначены для того, чтобы использовать как держатели для книг. Ну, и просто как украшения для интерьера. Поскольку у меня все равно все книги на Киндле. Я его вот поставила сюда на фон. И многие, кстати, комментировали, уже писали, что узнают такого бегемотика. Мне кажется, он очень мило здесь смотрится. И смотрите, насчет лампы. Мы сюда поставили наши филипсовские лампочки. Сейчас смотрите, что я могу сделать. То есть, я с телефона включаю. Видите, лампа загорелась. И я могу выбирать любой свет. То есть, смотрите, синим, красным, зеленым. Ну, в общем, каким угодно можно, чтобы эта лампа светила светом. И это очень круто. Потому что, например, вечером я выбираю желтый свет. И тогда получается так уютно дома и тепло. В общем, да. А насчет интерьера, кстати, многие спрашивали, какой вообще стиль мы выбрали. И почему вот такие сочетания. Я хочу сделать вот такой, знаете, типа стиль лофт. Когда, ну, грубо говоря, сочетается несочетаемое. Потому что какой-то такой суперкласси, ну, как, например, это кресло. Тут же он должен сочетаться с несочетаемым, по сути. То есть, каким-то грубым деревом, вот как здесь. Потом вот такие вот вставки. Ну, то есть, я не хотела идти по классическому пути. Когда, знаете, вот все подобрано. Мячи-мячи. И очень так вот красивенько. И, типа, правильно. Мне хотелось вот чего-то более интересного. Потому что у меня уже было, когда все правильно. И мне это надоело. Я хочу чего-то нового. Картина у меня до сих пор так и стоит. Мы ждем диван. Вот. А еще давайте быстренько покажу. Пришел подарок от Клиник. Ребят, спасибо вам огромное. Потому что пришли супер нужные на лето вещи. Во-первых, бадминтон. То есть, и ракетки. Сейчас. Такие вот веселенькие. И ракетки, и валанщик. И я признаюсь, если честно, я в детстве так и не научилась нормально играть в бадминтон. Поэтому вот теперь мы это будем делать. И будем брать с собой на пляж. И плюс у нас на крыше дома можно играть. В общем, очень круто. Потом вот такая вот бутылка для воды. И я ее, опять же, уже брала с собой, когда хотела загорать. И здесь Маша... Ой, такая штука, которая... Маша сказала, что это фрисби. Но я пока немножко сомневаюсь. И я это использую как фен. Ой, ну как фен. Как веер. По-английски просто фен. Вот. Так что удобная штука. Она вообще ничего не весит. Быстренько убираю. Реально. Для меня это обалденный просто веер. Потом здесь, естественно, что очень важно. Защита, когда вы загораете. Здесь SPF 50. Это очень круто, особенно на первое время. Так. Что у меня тут еще? Здесь вот такой вот маленький крем, который можно наносить и на чистое лицо, и поверх макияжа. Даже если вам нужно срочно увлажнение. Опять же, когда мы загораем, кожа сильно высушивается. Вот. И вот такое вот еще пляжное полотенце. Не буду его целиком тогда доставать. Где-то там валанчик был. А, нет, еще не все. Смотрите. Еще вот такой непромокаемый мешочек для купальника. И вот у меня там валанчик. Вот. И валанчик. Так. И теперь давайте быстренько скажу, что вот это все вы можете получить. Здесь была информация, видите, добавлена. Когда вы покупаете что-нибудь от клиник в Ривгоше, то в зависимости от суммы вашей покупки вы можете в подарок получить что-нибудь из вот этой коллекции. Мне кажется, это очень круто. В общем, спасибо еще раз клиник. Суперские подарки. На лето прям очень мне пригодятся. Мама скоро уедет, и ты будешь по мне грустить. По мне скучать будешь, да? Ты скажу, уедет. Хоть кто-то меня наконец-то мучить перестанет. Мучить перестанет. Так вот, давайте продолжим. Смотрите, я вам обещала показать, что, по-моему, я сказала в видео, что я покажу, что мне подарила подруга на день рождения. И это вот эта вот штука. Потому что вы видели мою предыдущую видеоколлекцию косметики. Если нет, то я оставлю ссылку здесь наверху, в карточках. У меня все стояло вот здесь вот на столе. И внизу стояли два чемодана. Это пустая коробка, надо ее убрать. Стояли внизу два чемодана. Это было не очень удобно. Поэтому теперь у меня стоит один. Лежит косметика в ящике на столе. И вот этот вот сундук счастья. Давайте я вам тут быстренько сейчас в общих чертах покажу, что у меня здесь хранится и как. Миша, это что такое? Что здесь происходит? Муху какую-то увидела, что ли? Ладно, не будем ей мешать. Так вот. Наверху я поставила все такие более длинные какие-то продукты. Или которые мне надо, чтобы вертикально были. Потому что вот эта вот штука, она, видите, то есть здесь вот такая вот крышка прозрачная накрывается. И это не выдвижной ящик. То есть можно ее вот так вот только поднимать. Но я подумала, что пусть она лучше сзади там будет. И здесь у меня наверху будут стоять тональные основы. Опс, что-то я уронила. Здесь на этого стояло больше. Просто, как вы видите, я уже собрала вещи в поездку. И поэтому кое-что отсюда уже ушло. Так вот, здесь стоят пенефитовские тинты. В общем, сзади помады. И, ну, в общем, что я вам объясняю. Вы и сами все увидите, что здесь находится. В верхнем ящике у меня теперь здесь лежат румяна. И уточка, видите, маленькая. Во втором ящике тени однушки. Мне кажется, это мой любимый ящичек. Опять же, здесь немножко беспорядок, потому что кое-что отсюда вытащено. Очень круто еще, что ящики очень глубокие. То есть там позади еще много всего лежит. И можно их тени, все вещи накладывать в два ряда. И он легко закроется. Вот видите. То есть, на самом деле, сюда еще можно очень много добавить. Так, в третьем ящике бронзеры, пудры, хайлайтеры. В общем, всякие вот такие вот штуки. И последний нижний ящик. Сейчас я это двину. Вот это вот все. Эть. Вот. И в последнем ящике у меня лежат всякие штуки, которые... Ну, в общем, здесь всякая мешанина. То, чем я сейчас пользуюсь. То есть там пудры, бронзеры, палетки такие разные. Вот я себе купила. Не удержалась. Хайлайтер от Becca. Champagne Pop. И знаете, он мне понравился, потому что Opel Mini не сильно пошел. А вот этот очень круто работает. И сейчас вышла новая коллекция у Jaclyn Hills с Becca. Я купила вот эту штуку. Она из постоянки. И купила палетку теней. И она поедет со мной в поездку. Это такой небольшой тизер. Я обязательно потом вам расскажу в видео, как мне эта палетка понравилась. Вот это вот тоже у меня новая палетка от Pure. Это кремово. Такие кремово-пудровые хайлайтеры. Очень крутая и очень вкусно пахнет. Такой какой-то клубничкой или чем-то таким. Мне очень понравилось качество, поэтому вот это вот я возьму с собой. Буду как раз тестировать и наслаждаться. Ладно, ребят, давайте тогда сегодня будем прощаться. И так достаточно длинное видео, как мне кажется, уже получилось. Спасибо, что были сегодня со мной. Мне счастливого пути. Вам отличного... Отличных выходных, я думаю. Потому что, скорее всего, это видео выйдет в пятницу. Встретимся с вами в следующих. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok